Первый международный саммит медицинских сестер прошел в конце июня в Москве. Его организаторами стали Высшая медицинская школа и один из старейших вузов страны Первый Московский государственный медицинский университет имени Сеченова. Саммит объединил более 200 специалистов сестринского дела из России, Израиля, Белоруссии, Италии, Казахстана. События такого масштаба столица принимала впервые. Саммит был посвящен роли медицинской сестры в системе здравоохранения. Всегда, особенно в последнее время, роль медицинской сестры существенно недооценена, поскольку сейчас происходят активные процессы в реформе как системы здравоохранения, так и системы образования, но большее внимание все-таки уделяется врачам. Я бы даже сказала, все внимание уделяется врачам, однако и количество, и значимость медицинских сестер в системе здравоохранения, но сложно сказать, что она большая, она огромная, потому что от качества и от подготовки медицинских сестер и от того, что они будут делать и как они будут это делать, зависит не только качество оказания медицинской помощи, но и, собственно, качество работы врача, потому что насколько профессиональным будет помощник врача, если мы говорим о медицинской сестре, как о помощнике врача, настолько эффективна будет медицинская помощь в целом. На саммите обсуждались вопросы престижа профессии, перспективы которой она открывает, тенденции и государственная политика в сфере образования среднего медицинского персонала, управления качеством сестринской помощи. Участники саммита особо подчеркнули проблему трудоустройства молодых специалистов. Большинство российских медицинских учреждений не готовы принять в штат медицинскую сестру без опыта работы. Тем не менее, на рынке есть компании, которые не только открыты для вчерашних выпускников, но и всячески способствуют развитию их профессиональных компетенций. Например, партнер высшей медицинской школы – независимая лаборатория «Инвитро». Специальным гостем саммита стала Элла Корен, возглавляющая одну из ведущих школ медицинских сестер в Израиле. Она рассказала аудитории об особенностях сестринского образования в своей стране. Мне кажется, что это один из универсальных вопросов, который вообще объединяет предводителей всех медсестер везде, и в Европе, и в Западном мире, и в Израиле, и, я думаю, в России тоже. Есть два вопроса общие. Как продвинуть престиж медсестер? И второй вопрос, в общем-то, как обеспечить лучше всего образование медсестры, чтобы она могла как можно лучше обещать качество ухода за пациентами. Мне кажется, что эти вопросы волнуют и всех медсестер мира, и здесь, и в Израиле. Повышение квалификации среднего медицинского персонала – одно из ключевых направлений деятельности высшей медицинской школы. В этой школе, в отличие от других подобных организаций, можно не только получить теоретические знания, но и отработать навыки на практике в симуляционном центре. Мы очень рады, что нам государство дало такую возможность заниматься дополнительным образованием после диплома медсестринского персонала. Это уникальные программы, они зависят напрямую с потребностями пациента, они ориентированы на пациента. И те возможности, которые мы используем при внедрении дополнительных образовательных программ – это дистанционные программы обучения, использование лекционного материала, записанного лекторами высшей медицинской школы, это вебинары, где есть возможность задавать лектору вопросы онлайн, это возможность проводить одновременно в нескольких регионах занятия и получать вопросы от наших слушателей в режиме онлайн, они могут быть интересны в разных точках нашей огромной страны. Это отработка навыков в симуляционном центре. Инициативу проведения саммита поддержали в Министерстве здравоохранения Российской Федерации. Сестринское дело – важнейшая составная часть системы здравоохранения. Потребность практического здравоохранения диктует приоритетное развитие системы среднего медицинского образования, что подразумевает не только увеличение числа подготовленных специалистов, но и существенное повышение качества их подготовки. У сестринского дела в здравоохранении России большие перспективы. Современные вызовы наращивания внимания к роли медицинской сестры и качеству ее образования, стабилизация профессиональной среды – основные стимулы модернизации сестринского процесса. Медицинская сестра через 10 лет будет хозяйкой полиплиники, куда будут приходить пациенты, с которыми она будет работать, выяснять их проблемы и при необходимости приглашать врачей для специальных консультаций. Более того, она будет их вести, будет их именно семейной медицинской сестрой, то есть знать не только проблемы конкретного пациента, но и проблемы всей семьи. Субтитры создавал DimaTorzok